Всем добрейшего утречка! Всем-всем-всем-всем-всем-всем-всем! Привет-привет! Просыпаемся. У нас на часах 9 утра. Так, девоньки, с сегодняшнего дня я хочу немножечко придержаться и немножко посидеть на день. Не знаю, что из этого у меня выйдет, что получится, не знаю. Надо начинать потихоньку брать себя в руки. И, в общем, после того, как я уже все проходила на фитнес, в общем, разожралась. Тик-токи, прямые трансляции веду. Блины лопаю. Пельмени налопалась вчера. Мама нам вчера настряпала полный пакет пельменей с мясом. И завтра будет стряпать с картошкой. Чок обжарить на маслице. Вот такие пельмешки. В общем, вес свой не скажу, пока. Еще прибавила нормально. Рот надо на замок. Правильно, мы сегодня написали хлебного. Не надо есть сладкого. Сладкого я вообще продаться не могу. Люблю сладкое. После 6 есть нельзя. Но такая семья все равно охота что-то пожевать. Так, сегодня у меня киво-день. Буду пить чай, кофе, молочку. Это кефир, ряженка. Больше воды. Не знаю, что у меня получится, что выйдет. Пока не знаю. Но держусь из последних сил. Так. Желотик я вот так нарастила. Вот он у меня. Посмотрим, на сколько меня хватит. Потом девоньке скажу, на сколько уменьшилось, сколько скинула. Один день придет. Вот один, два, два. На сколько хватит, пока не знаю. Так. Мне пришла посылочка с чуб. Сегодня пойдем забирать. Сейчас вот я приеду на работу в 12-м часу. И заеду, сразу же заберу. Потом приеду на работу. Сделаю вам небольшую распаковочку. Ну, я знаю, что пришло. Так. Завтрак у меня будет, сейчас скажу, девочки. Овощной день. Можно будет кушать все, кроме картошки. Цырые, отварные или тушеные овощи. Можно нагрели. Салатики можно. Но не более пяти раз. Салатики можно, но не более пяти раз заправлены растительным маком. То есть, 2-3 ложки чайные. Масло допускается. Конечно, без соли. И без чай, тоже без сахара. Всякие специи, в общем, салатики. Так. Третий день у меня будет снова питьевой. Четвертый день у меня будет фруктовый. Можно все, кроме бананов и винограда. Говорят, можно красный виноград. Но я лучше не буду. Так. Пятый день. Куриную грудку. Вареная рыбка. Яйца. Йогурт. Творог. Тоже до пяти порций в день. Шестой день. Опять же, питьевой. Вот поэтому я и говорю, я не знаю, насколько меня хватит. Так. Так. Шестой день питьевой. Так. Прошу прощения. Спасибо всем, кто сказал, будь здоров. Так. Значит, шестой день снова питьевой. Седьмой день. Можно все, что ела на протяжении недели. То есть и фруктики немножко поесть. Можно там и капусту потушить. Одну, и такую, с морковкой. В общем, я найду, что у меня заморозки, полный холодильник. Ну, и, конечно, не забываем на протяжении семи дней пить воду. Ну, и по возможности, если у вас есть силы и желание, нужно заниматься физкультурой. Раз у меня, мне без сахара, но я все равно ложку полошу. Я не смогу пить без сахара. Не знаю, как я буду грудку варить. Без понятия. Там надо будет отварить грудку. Бульончик. Сегодня можно пить куриный. Отварю грудку. Это получается... Так, сейчас вам скажу. Это будет пятый день. Белковый называется. Куриную грудку отварю. Буду пить этот куриный кур. Буду пить этот бульончик. Буду есть курочку. Буду есть сырёные яички. Можно пить червыбку. Посмотрим. Посмотрим. Сегодня встала на весы. Думаю, мама не горит. Так, минутку. Думаю, мама не горит. Думаю, чуть-чуть надо взять с себя в руки. Я уже встала с утра. И чаю попила, и чаю с лимоном попила, и кофе попила, и кофе попила. В общем, цель есть, идём маленькими, но уверенными шишками. Ну всё. Просыпаемся, мои дорогие. Пробутаемся. Всем приятного аппетита, кто завтракает. Всем приятного чайпития. Кто чаёвничает. Это новая новая завязочка. Я как-то делала, невольно-то, она мне нравится. Но, в общем, в любом случае, мы можем помочь, что это не надо. Посмотрим. Просыпаемся, пробуждаемся. Поеду на работу, заберу посылочку. Наработки вам сделаю распаковку. Всем с добрым.